друзья всем привет мы живы-здоровы сижу сегодня вот сейчас улыбаюсь время 10 часов я только встала легла поздно ну хочу вам всем выразить благодарность я-то обалдела сколько комментариев у меня на всем канале столько комментариев нет сколько я услышала слов поддержки по поводу землетрясения и какие то вот знаете выводы инсайты в голове в каком плане но во-первых все говорят но не все говорят а я считаю на вот на самом деле на на все воля бога землетрясение было такое сильно но как сильно по моим меркам сильно я здесь всю жизнь прожила и ну вот так чтоб дом но обычно землетрясение ну толчок и все как бы толчок такой так страшненько люстра резко потряслась и ты и как бы даже и не знаешь что там ну о тряханула и сидишь дальше свои дела делаешь а знаете а здесь такое было ощущение что дом вот вот так не то что там вот он скрипит трещит лестница у меня деревянная и как бы я стояла к стене прижата и она знаете вот меня все шатает шатает ну не то что голова у меня прям кружилась но было вообще неприятное ощущение что ты не чувствуешь под ногами и она не проходила вот такое необычное землетрясение здесь я как бы такого и не не видела но все-таки добрые комментарии и ты понимаешь что все мы люди все мы люди простые люди и как бы это все сплачивает ты начинаешь лучше понимать лучше переживать как люди переживают это все вот я просто представила я находилась на втором этаже а люди которые в девятиэтажке а гостиница алмата который 25 этажей да там наверное тебя из угла в угол швыряло я не знаю пока она там выстояла не вы ну пока у нас сообщения нет что есть какие-то разрушения но землетрясение было довольно таки сильным что еще самое главное что от стихии то особо ты не спасешься если тебя конкретно там лупанет ну вот если бы толчок был наверное бы 9 баллов то все бы наверное не только мой дом наверное бы рассыпался что еще хочу сказать многие написали надо одеваться бежать на улицу она там снимает стоит на телефон ну знаете как получилось я я не планировала ничего снимать и снимать я начала это не сразу я как раз сидела за столом занималась рукоделием что-то там видео и началось землетрясение но обычно она уже как раз и все я опа смотрю люстры шатается ну я не то что там закричала или что-то я как бы сразу так что делать надо куда на улицу бежать да можно было бы на улицу но не забывайте я на втором и лестница деревянные пролеты и обычно но по статистике пролеты падают первые остаются даже больше многих но если дом не сложился как карточный я схватила телефон какие документы где этому надо конечно их держать но я даже не помню где у меня там кошелек удостари ну ладно телефон схватила телефон и первым делом я не побежала вниз потому что сильно шатар шаталось все шаталось но я сразу сообразила нас еще в школе учили что нужно встать знаете вот этим под перекрытия вот не рядом со стенами не где тонкие стены а где именно у вас находится в доме сейсмопояс где вот эти широкие перекрытия когда у нас строился дом еще он был в черновой отделке у нас а несущие опоры вот где несущие опоры нужно под несущие опоры становиться я так я знаю где у нас несущие опоры я стояла именно там я так недалеко от лестничной площадке но одна стена несущая она в диаметре более 50 сантиметров в доме и вся она конечно армированная все 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 я так когда стояла и я уже потом только допетрила не с самого начала я допетрила включить камеру я стояла под несущие опоры чтобы вот ну как бы думаю если сейчас начнет вдруг рушится если будет сильнее толчок как бы в мозгу уже вот мой мозг уже по безопасности думал что если сейчас я пойду лестничная площадка ну вот лестничный пролет может но если сильный будет толчок он может подо мной сложиться меня тут же и завалят я встала под несущую опору и уже тогда достала телефон и стала снимать и а люстра то у меня такая она плоская но все вот так трясется ну так долго это вообще я только видео 2 2 минуты на 2 минуты я только вот успела заснять как говорится когда стояла под опорой а потом я пошла в комнату а там и люстрочка это побольше болтается не только я отключила камеру и одна дверь у меня от гарнитуры была вот так чуть-чуть приоткрыта и она как бы ну знаете она вот так давай шататься тоже и скрипеть ну елки-палки опять что ли и было вот такое чувство тревожное просто тревожное неприятное просто ты ощущаешь что ты как бы бессилен ну вот спасибо что вот оно было не такое сильное и дом крепкий а так посмотреть выключайте газ там свет кого там выключайте это доля секунды ты там ничего не успели это знаете это как взрыв как ядерный взрыв какой-то так и землетрясения ты не можешь предугадать что там будешь дальше ну надо как говорится трезвостью мата надо все равно конечно сохранять я в принципе сохраняла и даже таблетки не пила но единственное конечно у многих я живу здесь микрорайоне желтыз у многих многоэтажки я представляю там пятый этаж то люди живут конечно они все испугались вот и выше у нас есть дома но сразу открылись школы и люди сразу объединились сразу переписка в чате я подписана на нашу желтызовской группу сразу переписка до самого утра шла где куда чё куда идти многие боятся многие боятся конечно боятся за детей если ты в многоэтажке пошли люди в школы куда-то в садике пошли ну конечно что сказать ну наверное сейсмологи не могли предупредить кстати помните в сети у нас вот было здесь у нас нашей казахстанской сети было что 15 числа возможно сильное разрушительное землетрясение ну 15 нет я думаю ну неправильно что-то предсказали но вот смотрите 23 получается ночь 22 на 23 на 23 уже и довольно таки хорошее сильное землетрясение произошло но слава богу все целое и живое дома тепло я сначала вот знаете когда уже дотрясывала когда уже прекратилась емки думаю у меня теплые полы вот это как сейчас освещение провода лишь бы это ничего не разорвало никаких там трещин дом тому можно разрушить но вот сегодня так чуть-чуть обошла быстренько трещин нет вообще трещин нет значит наверное слабое было землетрясение было страшно вот в доме тепло все хорошо у нас сегодня солнышко а еще на улице морозяка по ощущениям у нас вот в нижней части алматы минус 17 я посмотрела и я уже когда вот сняла видео это все я пошла на балкон думаю как там наши соседи а холодная вот так вот футболки вышла бетон еще это балкон открытый смотрю соседи тоже повыскакивали в пижамах и все такое и смотрю ну видимо зашли одевают там сразу шубы куртки там все это ну на улице то мороз а ты стоишь в пижаме и представляю уже люди спать легли и тебе тут надо выскакивать благо я была одета самое главное потом я такая думаю возможно невозможные толчки ладно сегодня посплю одетая я короче спала одета и в носках и в штанах и в футболке так чуть-чуть одеялоком прикрылась но спала как убитая потому что легла поздно и сейчас такая довольная и счастливая что мы живы что мы здоровы вот и спасибо вам всем большое за поддержку как приятно знать что столько много столько большинство населения большинство людей в мире это люди добрые люди добрые спасибо всем за поддержку и на этой такой счастливые ноте что мы пережили эту ночь и за благодарность вам я вам сейчас покажу цветочки которые у меня цветут буквально две штучки на светит солнышко и у меня начинается зимнее цветение один цветок уже был вот этот вот этот сорт меня называется софия вот он розовенький нежно розовень я его назвала в честь своей внучки вот а это сорт рада это в честь моей дочки тоже я его назвала сорта я не знаю поэтому меня свои сорта я их отличаются фея рада обычно здесь большие шапки но цветение только видите начинается вот они отошли как бы от стресса перехода домой вот и сейчас они начинают свой цвет вот такая красота и друзья мой алоэ вера мой старичок и вот он опять смотрите выпустил цветонос я вчера только заметила большой большой цветонос а здесь у меня вот такие все дебри с алоэ и друзья вот еще выпускает видите вон они цветоносики но они еще будут расти и вот пожалуйста смотрите вот он цветоносик все в детках у меня тут целые целые дебри алоэ вот тут не знаю там не видно вот и вот они цветоносики так цветет алоэ вера вот такая красота у меня здесь на моих балконах мои цветочки спасибо спасибо богу спасибо вселенной спасибо всем добрым людям за поддержку и что мы можем жить и радоваться этой красоте благодарю вас всех благодарю во всех всем здоровья мира добра счастья благодарю